Наука о пернатых, братьях наших меньших, орнитология. Сам термин появился в XVI веке благодаря итальянскому ученому-натуралисту Улису Альграванди. А среди первопароходцев, которые оставили письменное обобщение информации о птицах, был древнегреческий мыслитель и философ Аристотель. В нашей стране существует Союз охраны птиц России. Это общественная организация экологической направленности. В нее вступают не только ученые-орнитологи, но и простые любители пернатых. Наши городские соседи чаще всего сизые голуби, воробьи, синицы и вороны. Если у вас будет время для наблюдения, то прогуливаясь по парку, вы сможете увидеть галок, снегирей, сорок, скворцов и даже дятла. Температура тела этих птах около 40 градусов, поэтому при правильном питании мороз им нипочем. Голуби – птицы верные. Не только своей паре, которой они, как и лебеди, выбирают расы на всю жизнь, но и родному месту обитания. Воробьи быстрее теряют энергию, чем голуби. Они более подвижны. Кстати, общее количество воробьев на планете приближено к миллиарду. Вороны – одни из самых умных городских представителей. Своего кусочка не упустят. А вот синицам зимой трудновато. Их привычный рацион – гусеницы и личинки насекомых. В холода желтогрудые красавцы перелетают поближе к людям в надежде на поддержку. И действительно, многие горожане стараются подкормить пернатых. Но делать это необходимо правильно, чтобы не навредить их здоровью. Нельзя класть в кормушке все, что залежалось дома. Опасность для птиц представляют соленые продукты, а также жареные семечки или орехи. Черный хлеб, свежий белый, испорченный плесенью, также входят в запрещенный список для подкормки. Опасность для пернатых представляют брошенные на улице жевательные резинки, проглотив которые они могут погибнуть. Самым универсальным кормом для птиц станут семена подсолнечника, но не жареные и не соленые. Овес и пшеница, кусочки сала или мяса без соли, подвешенные на ветку, сушеные ягоды. Правильный корм поможет птичкам выработать достаточное количество энергии для согревания и не погибнуть от холодов.